привет друзья меня зовут назар давыдов человек которому нужен особенно в турции и тем более если сейчас речь стоит о самоизоляции я думаю пригожусь для того чтобы сказать последнее событие которое разворачивается на здесь турция не секрет что по всей планете сейчас разгуливает коронавирус и я принял решение с этой неделе начать активную информацию по этому вопросу я и на прошлом деле практически каждый день выкладывал какое-нибудь новое видео а сейчас проснувшись в это понедельничное утро решил еще активнее говорить о том что происходит делиться своими мыслями тем более что времени появилось у меня больше все больше и больше времени я прожил дома самоизолируюсь и вот что мне пришло в голову по порядку значит по поводу вчерашнего дня вчера я провел трансляцию и после нее меня тоже посетила пару мыслей которых с которыми я сейчас вас с вами поделюсь вчера у меня в гостях прямо здесь на моей импровизированной студии на балконе был кирилл и анжела мы общались по поводу того что фейк коронавирус или нет очень активно все происходило если вы не смотрели кстати обязательно посмотрите так получилось что трансляция разделилась на 2 из интернета но от этого она хуже не стало мне самому понравилось ваша активность это как мы обсуждали происходящее много новостей с вчерашнего дня еще появились новости я не сейчас скажу чуть позже в ну во первых жизнь вышел телеграм-канал мой где мы начинаем общаться обсуждать новости делиться информацией становится друг другу полезнее кроме телеграм-канала у меня еще появился и чат поэтому сразу же два источника информации общения будет в описании к этому видео куда приглашаю всех для того чтобы мы могли быть полезнее друг другу и чувствовали дружескую руку помощь если она нужна кстати если у вас есть друзья у которых есть престарелые родственники бабушки дедушки они оказались здесь турции мне нужно как-нибудь помощь виде там еды или еще какие-нибудь продуктов питания товаров первой необходимости не стесняйтесь пишите будем помогать потому что сейчас по закону люди старше 65 лет и люди у которых есть какие-то болезни дабы избежать заражение коронавирусом они наиболее подвержены этого вот запрещено выходить на улицу и как в таком случае прикажете жить поэтому давайте помогать друг другу конечно в турции есть очень удобные функции у почти у всех кафешек и ресторанов когда можно заказать по телефону и вам презент защитные минуты домой еду вот тем не менее человеческий фактор никто не отменял может не сможет доехать или еще что-то так что обращайтесь пишите о погоде часто меня спрашивают о погоде добро утро всем кто только что проснулся турецкий кофе ты год погода сейчас в турции хорошая но прохладная вот передо мной электронный градусник 11 половиной градусов тепла что для этого времени еще не так-то жарко что касается улиц алании я сейчас нахожу звала не ты вот они пустынные и особенно пустынные в это время у кого есть желание прогуливаться рекомендуем на это время знаю уже много семей которые самоизолировались и находится уже даже вторую неделю дома в частности галина у которой свой инстаграм-канал очень интересный могу рекомендовать мы уже снимали неоднократно видео вместе и очень она хорошо помогает своей информацией мне в частности оттуда беру какую полезную информацию с вами ты год большой привет галине у нее двое детей и она уже две недели назад принял решение находиться дома дабы не подвергать риску своих родных и близких честь и хвала ты год новости у нас происходит тут каждый день все новые новые события отражаются в средствах массовой информации многим я не доверяю средства массовой информации потом все перепроверяю спрашиваю друзей блогеров просматриваю большое количество каналов и вот что я хочу сказать что каждый день буквально по часам все менять начнем с того что я пользуюсь ресурсами онлайн и отсматриваю какие официальные данные по зараженному естественно очень интересует турция интересует германия интересуют другие страны чтобы почти во всех странах мира у меня друзья вот вчера даже на трассляции мы заняли в германию опять таки посмотрите не видели и на сегодняшний день на 30 марта ситуация в турции такая что инфицирован 9217 человек из них к сожалению с летальным исходом стоит 31 человек и 105 человек вылечились что не может не радовать сколько продлится эта ситуация никто не знает но думаю что быстро это не пройдет поэтому давайте запасемся терпением и будем находиться по возможности дома друзья я вчера видел видео послание из италии моя коллега блогер записала видео в котором рассказала как у них обстоят дела как у них все развивалось и что с этим делать они самоизолировались в деревушке в горах и она заявляет то что это все не шуточки поэтому из первых уст показывает как происходит развитие этой самой вирусной истории ну не буду говорить уж об этом давайте жути не будем нагонять но и расслабляться сейчас пока еще не стоит в этом отношении самоизоляция да 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 так по поводу новостей хочу еще сказать то что на вчерашнее утро когда я готовился к трансляции были одни новости было сказано то что во всех средствах центральных муниципальных органов власти турции то что запрещается вы лицам преклонного возраста выходить на улицу старше 65 лет о том что те граждане которые прилетают из-за границы иностранцы попадают на двухнедельный карантин о том что перелеты будет приклад прекращаться только на вывоз и граждан россии в частности сейчас работает вот кирилл рассказывал как он собирается уезжать 5 числа так что это полезную информацию можете посмотреть у меня в трансляции вчерашней и не было сказано что нельзя теперь ездить на междугородних автобусах без специального разрешения из муниципалитета но вчера приступила еще одна очень интересная информация которую я нигде я не видел но когда моя коллега лена из анталии везла сюда клиентов показать недвижимость вот выяснил что есть уже определенное ограничение по передвижению между городами даже на автомобиле представляете когда большой привет лени до сих пор есть активность по поводу недвижимости даже такое время люди уже оказавшись здесь в турции подбирать недвижимость и приобретают вот посмотрели в анталии и приехали вчера посмотреть аланию сейчас процессе размышлений алексей его семье большой привет кстати если вас буду вас по вопросу возле не стесняйтесь спрашивайте мы продолжаем ввести в этом направлении работу поэтому если кто-то хочет посмотреть объекты риэлторы выходят из домашних офисов и показывают поэтому смело могу порекомендовать грамотного специалиста которые согласно вашему индивидуальному запросу предложил вам те или иные объекты к этому подходе именно вам и уже шла речь риэлторстве я хочу сказать что некоторые компании уже устраивают онлайн конференции и они пользуются популярностью люди со всех стран мира заходят общаются спрашивают и я думаю что в ближайшее время измене издать ждать не стоит к сожалению по поводу вируса и подобные вещи онлайн если что касается интернет я думаю что это будет очень популярна поэтому имейте ввиду ну по поводу передвижения автомобиля выполнена будьте внимательны и имейте все документы соответствующие если собираетесь куда-то поехать отдохнуть или посмотреть какие-то красоты но справедливости ради отметим что есть запрет на посещение парков отраженных залов под открытым небом набережных мангалы как в турции называют пикники запрещается делать и турки очень к этому серьезно относятся честь и хвала всем буквально кстати очень приятный момент каждый вечер 9 часов вечера вот и на этом балконе я аплодирую на соседних выходят люди аплодируют турецким врачам вот такая такого единения в этом прогоним вирус вместе и благодарим врачей за их работу много врачей по всему миру страдают от этой напасти и я желаю его здоровья и это действительно очень героические вещи которые вы делаете дорогие наши врачи ну что мне продолжать приходить видео я сказал о том что предлагаю обмениваться информации кто меня смотрят консолидироваться помогать друг другу в бизнесе и мне действительно приходит уже видео и с информацией о том кто чем занимается какой вид деятельности того чтобы мы могли помочь друг другу в этой сложной ситуации потому что нельзя сколько это прогресса для многих людей которые находятся в изоляции единственный заработок может быть это то чем можно заниматься дома и предлагать свои товары и услуги вот и те люди которые смотрят мой канал может быть воспользоваться ими и таким образом помогут друг другу когда мы сидим дома очень хорошо работает онлайн формате на любые психологические расширения замечательная игра когда ты сидишь дома и начинаешь узнавать себя и свою семью а может быть своих родственников может быть соседей очень рекомендую переходим в онлайн формат уже с воскресенье не стесняйтесь предлагать я абсолютно безвозмездно бесплатно размещу вашу информацию с контактными данными вот и надеюсь что вам принесет денежный заработок в виде клиентов а мои друзья подписчики смогут воспользоваться какой-то удобной функции и опции для себя поэтому присылайте и вот частности мне уже прислали несколько видео я готовлю их к монтажу а сейчас я предлагаю посмотреть смешное шуточное видео для поднятия настроения моего друга александра который находится сейчас в анталии саж большой привет и я уверен что мы еще неоднократно что-нибудь интереснее как тебя видит так смотрим и не просто здесь фотографируюсь и не просто в этой одежде одежда это спецподразделение хэппи би и вечером спецподразделение имеет поставленную задачу обнести это дерево первая модель вот она вышла его надо как-то назвать палка получал палка-партакалка и так испытание и город палка-партакалка не высел на руку успешно справилась с поставленными задачи всем до скорых встреч ну разумеется мы пока еще я буквально несколько лет назад озадачился вопросом чем же заниматься мне во время самоизоляции и придумал себе очередное занятие помимо того что читать книги смотреть фильмы я решил постить онлайн курсы для того чтобы самосовершенствоваться и вот буквально таки вчера начал активные поиски сказал об этом в прямой трансляции мне мои друзья уже посоветовали многих тренеров причем реальных которые не связаны с просто свешиванием лапши на уши я к этому серьезно отношусь но ты не хочу тратить время на всякую фигню и мне уже вот поступило много имен для рассмотрения от моих друзей я вот сейчас озадачиваюсь чем чем не заняться поэтому я рекомендую вам тоже если есть на то возможность есть интернет вот не приблигать таким ресурсом шикарное дело я смотрел и гандапаса и полиенко и даже был на тренингах бэкфорда которые являются прототипом человека который был которого играл дикаприо в фильме волк с уолл стрит очень интересные вещи говорит и в плане бизнеса и плане личностного роста почему нет так что давайте вместе следить за происходящим и я думаю что смогу поделиться своей информации что у нас сейчас время побольше смогу быть ближе более близком контакте с вами пока речь идет о тренере александр херц мне понравилось то что он говорит ну а дальше будем как говорится посмотреть в одессе он одессы и смешно и непринужденно глубоко говорит на многие вещах которые связаны кстати с коронавирусом и чувствую что мне это может быть интересно хотя я по большей мере скептично и ко многим вещам отношусь и пока у меня к нему тоже очень много вопрос но посмотрим это черт наш сюжетную линию буду держать потому что уже собираюсь посещать часто эти курсы и буду рассказывать вам тоже что там будет интересно если останусь там по поводу ваших видео я еще подумал сегодня проснулся с утра и но что помимо того чтобы знать чем мы занимаемся но его в частности с той стороны телеэкрана я вспомнил свою бурную молодость когда работал на радио и был у меня такой персонаж гуниг вася которого я придумал и для детей рассказывал шутливой форме через специальный прибор модерации голоса рассказывал сказки сейчас того с тем что мои давнишние слушатели за самое время рассказывать сказки давай для наших детей придумай и я думаю что мы можем объединиться вокруг наших детей с придуманию сказок я сейчас попробую начать аука будет желание возможность продолжать и может быть из этого получится какой-нибудь интересный проект я обещаю смонтировать если будут интересные варианты не выкладывать для того чтобы вы могли своим детям в это время непростой сидя дома тоже показывать какие-нибудь интересные моменты связанные с сказками вот например давайте попробуем прямо сейчас гномик вася решил одно прекрасное утро поехать в путешествие собрал свои вещи и выехал из своей гномляндии где жил вместе с котом вася вот на котором любил очень кататься и хулиганить решил поехать в турцию посмотреть какая же это турция может осениданно к нему приходил в гости его дружок и рассказал что там очень много апельсин а гномик вася как выяснилось любят апельсины и несмотря на то что был чебурашка которого нашли в апельсинах и с которым он тоже был дружен он решил поехать посмотреть своими глазами где же там эти апельсины растут и что там интересно и вот он собрал свою котомку подпоясался и пошел по свету вот в турцию прошел он несколько стран пришел в турцию постучался открыл а это кажется большая страна где много много и апельсины мандарины лимонов и самое главное больших гор а гномик вася он маленький и поэтому горы еще больше становились в его глазах и море он море никогда не видел встал на берег моря почесал затылок смешно хикнул и решил пойти вот на этом месте давайте подумал куда же на миг вася пошел что же с ним было в эти самые приключения так утро я еще не до конца проснулся поэтому пойду просыпаться дальше начало положено но мы посмотрим что же происходило на улицах алании вчера я выезжал ремонтировать камеру тоже отдельная история вот у меня полом поломалась камера sony x 3000 и из-за проблем со стабилизацией я начал искать сервисный центр здесь не оказалось мне прикладали крутого мастера крутую мастерскую и вот две недели у меня камеры там лежала у меня кормил завтраками и все-таки я пришел и забрал камеру потому что он мне уже что только не слал видео о том как он ее ремонтирует как тяжело и что не успевает извинялся но я все-таки при улучшении пришел забрал камеру вместе с деньгами которые предварительно дал честь и хвала отдал деньги все нормально вот и теперь ищу новый сервисный центр где мне могут все-таки отремонтировать камер скорее всего придется в молонию отдавать в анталию по площади чтобы там отремонтировать но это другая история и вот пока я ездил забирать камеру я проехался по улице мало не и заснял интересные моменты которые могут передать ту атмосферу и те новости которые у нас здесь происходят не падаем духом не чест экстраординарно не произойдет если мы будем по возможности самоизолироваться и соответственно отнесет все дело вот так все друзья большое спасибо за то что смотрите мой канал подписывайтесь ставьте лайки делитесь этим видео вот у кого есть вопросы обращайтесь с радостью помогу тем более что у меня теперь есть телеграм-канал и хорошего всем настроения и насколько возможно удачных будней трудовая неделя началась у кого-то возможно она будет вся проходить дома я думаю что это будет правильно все хорошее настроение дин-дин-дин-дин-дин-аслама и до гили-гили но наконец просто чао пока но эта мэрия казалось бы все без изменений но нет вообще народу нет вообще обратите внимание за такой красивый вид на здесь детская площадка причем не просто детская площадка одесская площадка которая огорожена здесь вот написано что лучше находитесь дома и дети все послушались находятся все дома вообще вообще никого нет вон там далеке махмутлар а здесь можно наблюдать поближе уже видно что вообще никого нету центральная часть где все обычно отдыхать а вот здесь лавочка которая перемотана нельзя отдыхать здрасте давайте знакомиться как вас зовут дмитрий а вашу дочку не дочка не дочка так все понял вон там вот набережная а здесь у нас наши давайте знакомиться как вас зовут дмитрий очень приятно а это кто рядом с вами сын сын как зовут лев чем вы здесь занимаетесь ну вы приехали отдыхать или вы здесь действительно живете переехали до о так вы уже местные тут сторожила до начинаете сторожить а из какого города приехали из санкт-петербурга земляки значит ну что ребят как вам здесь в турсет и живет сколько вы здесь по времени 10 дней вообще новенькие как вам за эти 10 дней как летели сюда ехали на самолете так понимаю да квартиру уже приобрели снимаете давно да то есть вы раньше приезжали наездами а сейчас уже перебираетесь до планируем в ближайшее время собираетесь уезжать в питер вот думаем сейчас перелетами непонятно что вот поэтому и спрашиваю пока решаем еще стадии пока здесь да хорошо тогда такой вопрос почему вы выбрали турцию вид на жительство получить можно легко так сказать гражданство ну а самое главное ну неужели только миграционная политика приличать может быть все таки еще тепло конечно потому что наш питерский климат против сопротив турецкого тут небо и земля питер отличный город но блин погода меня там всегда добивала как с финского начинает задувать хоть стой хоть падай влажность ну а здесь хорошо давайте давайте вот вы мне скажите дим что здесь вот три самые основные плюса которые вы выбрали в турции то что повлияло на выбор море солнце горы местное население добродушное 4 даже 4 а что подразумеваете под добродушностью местного населения не поменялись они понимают что от нас уже сейчас долго мало как так но теперь да у тебя спросим тебе что здесь нравится или не нравится вот чтобы все нравится мне здесь больше всего нравится мне в турции очень нравится что здесь тепло что мы давно были понравилось больше в стране зачем ты сейчас занимаешься во время вот самоизоляции но там все себя год вот коронавирус лучше больше дома сидеть хоть и купаться ну кстати друзья осторожнее что могут уже начинать штрафовать потому что есть уже ограничение по поводу посещения людных мест и так далее было да такое как это происходит подходит подъезжают просят покинуть ну руки не заламывают как у нас бывает там или еще что все нормально отлично ну хорошо чем вы будете вот заниматься ближайшее время если все-таки надо будет дома находиться больше мы с понедельника планируем на учебу дистанционно дистанционно да пока все погулки еще ну а ты как это с друзьями здесь уже с каким познакомился или еще процессе они просто здесь не живут так что они уезжают один друг уже сейчас уехал другой после завтра уедет но ты собираешься здесь с кем-то знакомиться там не знаю там есть у тебя в планах запланировал то своей напряженной неделе с кем познакомиться из турецких ребят нет пока еще нет хорошо а что тебе здесь больше всего не нравится мне здесь не нравится мне по моему здесь все нравится да вот так вот а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok